Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Союза педиатров России. Меня зовут Акоева Дарья Юрьевна. Я врач-педиатр отделения патологии раннего детского возраста научного центра здоровья детей. И сегодня мне хотелось бы остановить ваше внимание на таком вопросе, как повышенная температура тела у малышей. Безусловно, любое отклонение от нормы в состоянии ребенка вызывает повышенное беспокойство у родителей. Однако именно лихорадка зачастую застает мам и пап врасплох. В своем желании помочь лихорадящему малышу родители незамедлительно обращаются к помощи жаропонижающих средств, забывая о том, что в первую очередь повышение температуры тела – это защитная реакция организма. И именно она свидетельствует о возможности самостоятельной борьбы организма с инфекцией. В этот момент происходит стимуляция иммунной системы, повышается выработка необходимых для организма антител, поэтому не каждый подъем температуры является абсолютным показанием к ее снижению. Прежде чем использовать лекарственные препараты, следует оценить целесообразность снижения повышенной температуры ребенка и при необходимости выбрать правильный метод. Существуют конкретные показания, рекомендованные экспертами Всемирной организации здравоохранения к назначению жаропонижающих средств. Первая группа – это здоровые дети старше трех месяцев, у которых температура тела повышается выше 39 градусов и или при дискомфорте, мышечной ломоте и головной боли. Вторая группа детей – это дети с фибрильными судорогами в анамнезе при температуре тела выше 38-38,5 градусов Цельсия. Далее – это дети с тяжелыми заболеваниями сердца, легких центральной нервной системы при температуре выше 38,5 градусов и, наконец, дети первых трех месяцев жизни при повышении температуры выше 38 градусов. Следует отметить, что существует несколько способов измерения температуры, но данные показатели касаются традиционного метода измерения подмышечной области. Однако, прежде чем приступить к снижению температуры с помощью лекарственных средств, рекомендуется воспользоваться физическими методами охлаждения. А именно – регулярно проветривать помещение, в котором находится ребенок. Раскрыть малыша. При этом температура воздуха в помещении должна быть около 20-23 градусов. Далее следует положить холод на лоб и крупные сосуды. И при необходимости сделать обтирание водой комнатной температуры. Следует отметить, что обтирание холодной водой и спиртовым раствором противопоказано, это может вызвать спазм периферических сосудов и препятствовать теплоотдаче. В случае неэффективности физических методов охлаждения следует уже перейти к терапевтическому методу. Основными требованиями к препарату жаропонижающего действия для детей является безопасность, эффективность, наличие удобной лекарственной формы и, конечно же, отсутствие побочных эффектов. В настоящее время на фармацевтическом рынке этим критериям отвечают парацетамол и ибупрофен, которые имеют лекарственную форму выпуска для детей. Данные препараты одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Следует особо отметить, что к использованию у детей противопоказан аспирин. Также стоит добавить, что истинный дискомфорт ребенку доставляет температуру тела выше 40 градусов, и именно с такой лихорадкой необходимо бороться. Однако не следует добиваться полной нормализации температуры тела ребенка. Достаточно снизить ее на 1 градус, поскольку резкое снижение температуры также опасно для здоровья малыша. Из заключения хотелось бы сказать, что бесконтрольное и необоснованное назначение лекарственных препаратов несет вред ребенку. При стойком сохранении лихорадки, несмотря на использование жаропонижающих средств, необходимо обратиться за помощью к педиатру. Будьте здоровы, берегите себя, следите за обновлениями канала Союза педиатов России и здоровья вашим деткам. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok